итак дорогие друзья всем привет доброе утро доброе утро да хорошо мы собираем сейчас сегодня в беларуси сегодня день матери например а в украине день защитника отечества в какой-то другой стране еще какой-то день да какой сегодня день в россии есть какой-то праздник или в израиле беларуси день матери например вот я знаю день матери хорошо знать всем шалом всем привет доброе утро из сочи в городе сочи темные ночи и значит мы начинаем 133 урок 133 вообще цифра нереально значит то я думаю что вот сегодня это не 5 а был у нас 5 отрывок такой что как бы лицеприятствовать в сторону злодея не хорошо и также не хорошо это передебать суд в пользу праведника или не в пользу праведника то есть должно быть точно да вот какой сегодня урок хороший или плохой непонятно 133 понятно да то есть это четко 133 урок сегодня это понятно то есть любой любой искажение искривление от истины она она обязательно она может кого-то кого-то там обидеть кого-то ну то есть даже царика нельзя судить вот что он он вчера был царика что он сегодня может тогда воровать не может то есть садик вчерашний царик не это не значит что на суде сегодняшнем к нему какой-то будет другой подход до понятная идея теперь значит и дальше нам рассказывается начиная с 6 отрывка в чем тут фокус я считаю что это ключевой вот сегодня то что сегодня мы узнаем это в принципе ключевое знание которое объясняет практически все в жизни человека вообще все я и дается ответ даже на те вопросы которые до этого были заданы и до этого прозвучало нет например ответа почему есть праведник ему плохо есть праведник ему хорошо а сейчас мы малым говорит вот здесь ответ значит смотрите что написано в шестом отрывке что в отрывке так сказано севте ксиль я ву берит значит уста ксиля ксиль это мы знаем грешник который грешит по вожделению то есть тот кем управляют эмоции и желания и который из-за своих эмоций и желаний он отказался идти по путям торы и по путям бога то есть он пошел из-за внутренних вожделений и внутренних предпочтений то есть он служит себе грубо говоря это называется ксиль грешник грешник по вожделению его уста ксиля его уборив они приходят к ссорам то есть вот этот вот грешник он да все равно знает что он грешник и он начинается у него ссоры начинаются внутри себя он как бы с собой он ссорится с богом он ссорится с другими людьми он ссорится потому что что его держит он и так уже грешник чему тогда ему самое главное тянуть а дело на себя давай давай то есть должно быть как я хочу в этом мире все что я хочу а если что-то привет михаил а если что-то не так как я хочу так он тогда ссорится это ксиль вот этот грешник по вожделению упив лималу мод икра его рот для есть просто ссора а есть драка с ударами вот это вот мил лима а лумот это уже драка такая с побоями да теперь в чем разница между уста и рот когда молдим так объясняет что уста это внешне вот я сейчас говорю устами а если я сейчас замолчу то у меня внутри звучит фраза и что это мой рот то есть внутренний разговор он это называет рот уста это внешний разговор теперь уста вот этого вот грешника они вызывают ссору почему потому что его внутренний голос он вообще говорит да убивать за такое надо да я бы сейчас тут всех бы вообще вы рожи бы всем набил так говорит этот ксиль внутри а снаружи он просто делает другим людям замечания скандалит с ними ну и так далее понятно да вот эти есть ксилим эти грешники куда они вообще ведут себя и мир вокруг себя дальше седьмой отрывок седьмой отрывок объясняет а что будет дальше пиксиль вот этот вот внутренний рот его внутренний диалог его которые он ведет с собой лимхи таллы это ему для падение то есть он его ведет к падению человек который внутренний диалог ведет с собой и говорит так хорошо есть бог но я не хочу делать то что бог сказал Хорошо, есть Бог, значит, запретили, а я буду делать То кто его вообще остановить-то может? Его никто не может остановить Если он уже против Бога пошел, то значит, у него, конечно, уже ему как бы никто не указка А раз ему никто не указка, значит, у него будут конфликты с другими людьми Внутренние и потом внешние Теперь, значит, пиксель Мехитало Это ему, Мехита, это как шевер, да, то, что его ломает То есть его внутренний диалог, его же и ломает внутри А его уста внешние, они подстава, такая подстава, ловушка для его души Представляете, что получается? Что вот у человека есть внутри какой-то внутренний диалог Он, каждый человек, он все время с собой разговаривает По факту в реальности есть только, в реальности есть вот этот момент, в котором он сейчас находится И этот момент, если его описать какими-то словами, то даже это описание Которое происходит в момент, когда то, что ты описываешь перед твоими глазами Это все равно не является реальностью То есть, когда человек описывает жареную картошку То его описание о жареной картошке никогда не станет жареной картошкой То есть, когда он опишет ее каким-то... Он опишет какой-то аспект картошки Он опишет свое впечатление от картошки Но никогда описание картошки не станет картошкой То есть даже в момент, когда человек смотрит прямо конкретно и пытается что-то описать, он не может это описать объективно. Его описание, оно всегда субъективно, частично и, как сказать, неполно, неполностью добавлено, составлено, ну и так далее. Теперь, значит, если человек даже в настоящем времени не может описать объективную реальность, тем более, когда он говорит о прошлом или о будущем, или о своих впечатлениях, или о своих предположениях, или о чем бы он ни говорил, если это даже не перед его глазами, то его описание является искажением и историей какой-то виртуальной реальности, которую он производит. Чем отличается тогда, получается, Ксиль, вот этот грешник от праведника, прямой человек от кривого, злодей от доброго? Отличается только одним. Своим способом внутреннего диалога, описание реальности, которая была и будет, и уста это своя внешняя коммуникация с другими людьми. Потому что, когда я себе внутри описал что-то, я должен дальше выразить это во внешний мир. Теперь бывает, что человек выражает это во внешний мир таким способом, который вызывает конфликты, ссоры, ну и так далее. Вот тут нам об этом прямо и написано, что род, вот этот внутренний диалог грешника, Ксиля, Махиталу, то есть он его же вначале ломает. Вначале он создает предпосылку для того, чтобы выразить потом свою вот эту внутреннюю яд, да, грубо говоря, который его уже внутри разъел. И дальше это становится мукаш навшо, то есть это становится ловушкой для его души. Потому что вокруг-то, ну большинство ксилим, они же тоже вокруг ходят люди неправедные, да. То есть большинство людей вокруг, они зеркалят, то есть они могут быть сами на уровне, ну на уровне, там, на шкале добро-зло, духовность, там, материальность. Они могут быть на шкале, и скорее всего на шкале нижней. И когда на них кто-то нападает, или когда их кто-то обвиняет, то что, как они реагируют, зеркальные нейроны, как человек смотрит в воду, видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает сердце другого человека. То есть достаточно одного такого агрессивного ксиля для того, чтобы он разрушил какой-то коллектив, для того, чтобы он разрушил какую-то организацию, да. То есть достаточно одного человека, который внутри себе наговорил гадости и выражает их наружу, для того, чтобы разрушить коллектив. Дальше. Следующий отрывок продолжает эту тему. Есть ксиль, это грешник по вожделению. А есть следующее, деврей нирган. К митла амим веем ярду хадре ботен. Значит, есть еще такой человек, который называется нирган. Нирган это человек, который жалобщик. То есть он такой, он, казалось бы, ничего плохого не делает. Есть ксиль, это грешник, а жалобщик, он просто, он говорит, я-то верующий. Ну, какой мне Бог делает гадости каждый день? Это капец. А люди-то вокруг, что за люди? Я праведник вообще, я никому ничего плохого не хочу. Но они ко мне такое все делают. Это просто. Этот на меня так посмотрел вообще. Он меня просто уничтожил. Этот на меня так сказал. Это вообще. А этот про меня такое задумал. Вай, вай, вай. Вообще. А я такой хороший, добрый человек. И я в Бога верю. Но Бог-то меня не любит. Бог-то ко мне плохо относится. Что же это за Бог-то ко мне так относится? Ну, я-то, конечно, праведник. Я все стерплю. Но плохо мне так. Это жалобщик. Написано, что делает жалобщик. Это восьмой пасук. Это восьмой пасук, да. Смотрите, перевод. А, какой перевод там? Слова наушника пронзительные. И они не сходят в глубину чрева. А, не сходят. Ну, да. На русский перевели слова наушника какого-то пронзительные. И они не сходят в глубину чрева. По факту здесь написано. Слова жалобщика. Не наушника, а не органа. Это жалобщик. Ну, опять, может, наушник тоже жалобщик. То есть он... Что это наушник? Наушник я не знаю. Ну, наушник – это наушник в переводе. Но нерган – это жалобщик. И он, когда жалуется внутри себя, он бьет себя. То есть, если ксиль, он ссорится и бьет других. Доброе утро, Наталья Рожкова. Если ксиль, вот этот грешник, он ссорится и бьет других, то жалобщик, он, казалось бы, в лучшей ситуации. Он никого не трогает. Он просто съедает себя изнутри. И вот поэтому написано, что его слова, они спускаются в хадарей бетен, то есть, они в его тело спускаются. И он, когда жалобщик, он уничтожает свое тело, потому что его негатив, который он внутри, как бы он его варит, казалось бы, он ничего не, значит, казалось бы, он ничего плохого не делает. Но по факту он съедает себя, то есть, он делает плохо себе. И давайте еще раз этот отрывок. Написано так, то есть, слова Нергана, если просто посмотреть на современном иврите, Нерган – это жалобщик, тот, кто все время жалуется, это Нерган. И он, не-не, Нерган – это тот, кто про себя говорит, жалуется про себя. То есть, я говорю по объяснению Малбима, по объяснению комментаторов, Нерган – это тот, кто внутри себя жалуется на Бога, который жалуется, что ему все делают плохо, жалуется на обстоятельства, он называется Нерган. И он как будто бы бьет себя. То есть это идет продолжение, отрывок за отрывком. Значит, вот этот, который грешник, он ссорится с другими, нападает на других. Нерган-жалобщик, он ссорится с собой и нападает на себя и съедает себя изнутри. И его слова спускаются в его живот, и он, значит, когда они спустились в его живот, то это причина многих болезней. Понятно, да? Ильяу Садагурсти, привет. Теперь дальше. Это вот как раз объясняет очень многие ситуации в жизни людей. То есть есть люди, вот он жалобщик, вот такой прям жалобщик. И ему из-за того, что он сам такой негативщик, окружающий мир, он как бы подтверждает ему то, что он ожидает. То есть он ожидает от других людей какашек. Он вот, вот Михаил Борисович, например, доброе утро всем и хорошего дня. А если он жалобщик, не дай бог, да, это не он, допустим, какой-то другой человек. Он написал, доброе утро, хорошего дня. Ну, значит, ему никто не ответил. Ну, идет урок, кто-то заметил, кто-то не заметит. И жалобщик, он что скажет? Вот у меня жизнь вообще. Никто не замечает. Никто вообще. Что за люди собрали здесь? Ладно, то есть за что меня Бог так не любит, спрашивает жалобщик, да? Теперь Ксиль. Он так не будет вести себя. Он скажет, вы что скажете, Ксиль? Давайте-ка пообсудим этот вопрос. Вы мне сделали плохо. И я, там, я, понятно, да, идея? То есть вот это разница. Теперь, ну, я думаю, что каждый из нас знает в своем окружении и Ксилей, и этих самых, и жалобщиков. И в себе может узнать этого наушника такого, да? Наушника можно в себе иногда узнать, да? Когда жалуешься на всех. Вот, типа, конечно, Бог меня не любит, да? Интересно, что есть шикарная книга на этот счет, вообще просто лучшая книга, это Сад Благодарности. Да, Рав Шалом Аруш. И он говорит, послушай, если человек, он относится к Богу так, то он дает Богу все основания делать ему плохую реальность, пока он не осознает, что этот подход неверен. То есть если человек, он ждет от Бога и от будущего гадости, то есть он как бы этим самым, он выступает против Бога, он этим самым выступает против своего будущего, этим самым он не может радоваться ничему, не может благодарить. И Рав Шалом Аруш предлагает совсем другую схему поведения. Он говорит, смотри, посмотри на вещи объективно, посмотри не то, как, знаете, про жалобщиков есть, ну такой анекдот, он немного утрированный, дипертрофированный, но он есть. Значит, была в одной семье одна девочка слепая, ее все очень любили, ее все очень жалели, но она как раз была вот из этих жалобщиков. И она все время, ей казалось, что все недодают, обижают, плохо про нее думают, и она была постоянно в таком негативе. И как-то ей за ужином дали целую огромную такую тарелку пельменей, сверху насыпанную. И она такая пощупала эту тарелку, такая, и заплакала. И говорит, представляю, сколько же вы себе положили? Сколько же вы себе положили, заплакала она. То есть для человека, который сам внутренне настроен на то, что ему все хотят сделать плохо, ему ничего не поможет. То есть он как слепой, который во всем видит только негатив и только, ну он, как сказать, если человек то, что прямо перед ним не может объективно описать, то то, что было и то, что будет, тем более. И, а свойство ума человека, есть еще одна история, очень короткая такая, как-то, знаете, ну это известное сравнение, что есть, когда смотрит пессимист на стакан, он его описывает как полупустой, то есть он видит в нем пустоту. Когда оптимист описывает стакан, он видит в нем полуполный и видит в нем перспективу дальнейшего наполнения. Когда Сальвадор Дали описывает стакан, то он видит перед собой слона. То есть, когда человек описывает окружающий мир, то он творчески, даже когда он описывает его сейчас, он творчески добавляет. Но когда он описывает то, что было или то, что будет, он полностью конструирует, конструирует иллюзию конкретно. Какая у тебя была жизнь? Сама фраза, какая у тебя была жизнь, она сама по себе иллюзия. Потому что какая была, как можно описать, какая у меня была жизнь? Жизнь у меня была 45 лет, в каждом году 365 дней. Я в эти 365 дней чувствовал себя каждый раз по-разному. Но как я могу ответить, какая у меня была жизнь? Сам вопрос, он уже подразумевает иллюзию как ответ. Понятно, да? Если я скажу, она была хорошая, то это будет еще одна иллюзия. Но эта иллюзия хотя бы, она дает мне в моем эмоциональном восприятии, в моей жизни, она мне дает позитив, благодарность и радость. Если я описываю как плохая, то она мне дает грусть, злость и негативные эмоции. Понятно, да, идея? В общем, нам объяснили, в Мишле объяснили конкретно, что тот, кто жалуется, он бьет себя сам. И его слова, вот эти вот его удары, они спускаются прямо к нему в живот. И, ну, как следствие, наверное, сильно ухудшают здоровье. Хотя здесь не написано, но мы всегда добавляем. Так, я думаю, что жалобщикам оно здоровья не прибавляет. Теперь девятый отрывок. Гамми тропебы млахто аху либо аль-машхид. Также тот, кто ослабляется в своей работе, он брат для того, кто портит. Значит, что значит метропебы млахто? Он брат для того, кто портит. То есть здесь еще раз нам приводится принцип относительности, который работает везде. То есть нет абсолютной истины, нет абсолютной точки зрения, нет абсолютной какой-то однозначной реальности. Есть два человека, Малбин приводит пример. Царь дал двум людям задание. Одному сказал, построй дом, второму сказал, построй дом. Один построил и разрушил. Лежит разрушенный дом. Второй даже не начал строить. Кто сделал хуже? Но по факту оба не построили, не выполнили приказ царя. Кто сделал хуже? Построил, разрушил или вообще не стал выполнять? Ну то есть это все субъективная реальность. И царь как захочет, так и рассудит. Но по факту дома нет. И оба не выполнили приказ царя. Что первый не выполнил, что второй. Теперь Малбин говорит, что из этого пасука видно, почему есть праведнее, которому хорошо, есть праведнее, которому плохо. Тот, кто не доделал свою работу, он как брат тому, кто ее разрушил, сделал плохо. То есть есть человек, два человека, они праведники, они сделали какую-то работу. Например, вот сравнивается в прошлой недельной главе Ноах и Авраам. Только Ноах, он знал Бога, 120 лет строил ковчег. Потом сел в ковчег и спасся. Авраам, он ходил там по миру 120 лет, с 75 лет до смерти, 110 лет. И ходил по миру и старался всех вернуть к Богу, там ходил и это самое. То есть оба были праведники, но они по-разному действовали. Теперь вопрос, большой вопрос. То есть и тот праведник, и тот праведник. Вопрос, выполнил ли каждый праведник полностью тот потенциал, который в нем был заложен или не выполнил. Есть известная история про Робистроль Салантер. Он был выдающийся раввин, но потом он посвятил всего себя борьбе с отходом евреев от Торы. А скала, вот он ходил из города в город, только с Тфилин. И он, значит, все силы свои посвящал тому, чтобы вернуть евреев обратно к Богу. И он, значит, как-то, он, а он был велитий раввин, ну величайший. То есть до этого он был Рош-Ишива, там он был такой вообще, ну гениальный. И вот он как-то одно место в Рамбаме, он был вопрос, который люди не могли там, тысячу лет не могли понять, что, ну там, что-то не сходилось. И он вдруг бах, и у него сошлось, и он понял там ответ. И он потерял сознание. Его, значит, ученики, когда начнулся, спрашивает кто-то, что случилось. Он говорит, вы знаете, я так испугался. То есть я понял, каким Бог мне дал способности. И я так боюсь, что я эти способности неправильно реализовываю, не так реализовываю. Что-то я не доделываю. То есть он именно боялся, вот то, что здесь написано, что тот, кто ослабляется в своей работе, он как брат тому, кто не доделывает. Но опять же, исходя из предыдущих отрывков, мы можем понять, что так как любое описание, оно субъективно, то тогда, получается, есть праведник, которому хорошо. Есть праведник, которому плохо. Есть праведник, которому хорошо. Может быть, это тот праведник, который думает, что он праведник. А тот праведник, которому плохо, это праведник, который думает, что он злодей. Может такое быть? Тоже может быть, да? Есть в Талмуде спор, есть такая часть молитвы, называется Таханун, молитва о покаянии, когда мы каждый раз после молитвы обычное прославление Бога и просим Бога простить наши грехи, такая есть молитва Таханун, вот каждый день ее читают, когда праздничные праздники не читают, когда есть месяц, когда целый месяц ее не читают, когда много праздников, когда там какое-то радостное событие, ее не читают, эту молитву, но когда ее читают, тоже есть вопрос, надо ее читать или нет, Потому что один говорит, а если я не грешил, что должен о себе говорить каждый день, что я грешил? Второй говорит, нет, лучше скажи на всякий случай. Он говорит, так я же, ну, как бы, я не грешил, зачем мне это говорить? Надо, говорит, скажи, а вдруг грешил, так скажи, и вообще ты не от себя говоришь, а от общего имени, мы грешили. В общем, закон установлен, что надо говорить Таханун каждый день. И есть известная история, вот я на ней хочу закончить. Когда-то был один великий раввин последнего поколения, он, значит, не помню, или Равой Эрбах, может быть, или Равознер, ну, то есть, один из самых великих раввинов, которые жили в Иерусалиме. И, значит, он был уже очень пожилой, всю жизнь он жил с женой, и жена его умерла. И в Талмуде написано, что, а он был такой знаток Талмуда, то есть, к нему все приходили и задавали вопрос, как поступить? И он тут же отвечал, как по Торре, он знал всю Тору, и он в любой ситуации говорил, вот так правильно поступить по Торре. Потому что он знал полностью всю Тору, все книги предыдущих закона учителей, законы, он, ну, вот прям конкретно был такой, посекадор это называется, тот, кто устанавливал закон в поколении. Так как Тора передается из поколения в поколение, то в каждом поколении есть люди, которые знают полностью всю Тору, знают все, всех закона учителей предыдущих поколений, и они устанавливают, вот ему задаешь вопрос, он говорит, вот по Торе надо так поступить, все. И он был как раз вот из этих вот посекадор. И вот его, когда умерла его жена, там написано, что нужно попросить прощения у жены, у умершей. И он стоял долго, стоял и говорит, вы знаете, я не могу выполнить сейчас этот закон, почему? Я никогда ничего плохого ей не делал, я всегда, всегда, всегда поступал только по закону, как надо поступить. И мы всегда с женой советовались, и всегда мы смотрели, как правильно поступить. Я никогда поэтому ее не обижал, она никогда на меня не обижалась. Почему я должен тогда просить у него прощения, если, значит, эти слова, они неправдивые, потому что я ее не обижал. Потом он сел, подумал и говорит, но так как мы всегда жили по закону, то есть, а закон говорит, что когда умирает человек, жена, надо попросить у него прощения. Равшлома Залман, ойрбах подсказывает мне, раб Ильяус Адагурский. Значит, Равшлома Залман, ойрбах, значит, он говорит, значит, я должен попросить у него прощения. И он попросил у него прощения, и абсолютно спокойно. То есть, это, это идеал того, как должен жить человек. По Торе написано, что Кто человек, который жаждет жизни, тот, кто любит все свои дни, видит добро. Видит добро от Бога, видит добро от окружающих людей, который умеет радоваться, который умеет заметить, именно за что благодарить, за что ожидать от Бога хорошего. Так вот, человек, который хочет жаждить жизни, он хочет видеть только добро. А для этого нужно Значит, и уста свои от того, чтобы говорить мирма, это обман. А любое описание прошлого или будущего, оно обман по определению. Сур-мира, отодвинься от зла. Если тебе кажется, что есть зло, отодвинься от него. Сур-мира, ва-сетовый, делай добро. Оэв-шалом, люби-шалом. Люби-шалом, вообще надо любить, шлымут, мир, радость. Вер-а-твэу. И гони за шаломом. Это очень важный нам был месседж сегодня от Шлома Амылыха. И вывод такой, что Жалобщики и ксилим, это зло. И люди, которые нападают, ругаются, обвиняют и так далее, это зло. И от них надо держаться подальше. Подальше и не вступать с ними в коммуникацию. Знаете, есть такое выражение, с волками жить, поволчьи быть. Это вообще не еврейское, не терраническое выражение. Волки пускай живут с волками. Люди должны жить с людьми. И очень важно оставаться человеком и не включаться в негативные истории. Все, удачи, успехов. Вы прекрасные люди, у нас прекрасный урок. Вообще кондиционер прелесть вообще. Вот просто я смотрю на кондиционер и просто вообще произведение искусства. Такого красивого кондиционера я в жизни не видел. И прямо буду дальше любоваться. Все, друзья, удачи, успехов и всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok